Желтая кухня, стеклянный стол и тарелка с яблоками. На этом фото квартира одной из украинских семей в Днепре, чью жизнь в один момент разрушила российская ракета. В сети его уже сравнили вот с этим, сделанным в Варшаве в 1945 году. Только за этим столом уже никогда не соберется семья Кореновских в полном составе. Мужа и отца двух детей убила российская ракета. Погибший Михаил Кореновский – заслуженный тренер Украины по боксу. В тот день он вернулся с соревнований и должен был выйти гулять на улицу с семьей. Еще вчера вместо этой дырки была моя квартира, в которой я с семьей прожили 9 лет. На момент взрыва я с детьми гуляли на бульваре Славы, а муж после соревнований приехал домой, покушал и должен был выйти к нам. Среди погибших супружеская пара Шевчук, которая полгода назад переехала в Днепр из Никополя, чтобы спастись от регулярных обстрелов города российской артиллерии. Их дети, 9-летний сын и 14-летняя дочь чудом остались живы. В момент, когда ракета попала в дом, они гуляли на улице. Спасатели продолжают разбирать завалы и уже днем в понедельник под ними найдено 40 погибших украинцев. Среди них трое детей. И цифры эти не окончательны. Об утрате близких после ракетной атаки сообщили родственники 15-летней Маши Лебедь. В сети есть фото девочки с племянницей. В память о ней написали и в танцевальной школе. Маша была очень старательной и талантливой девочкой. Благодаря своему уму и сообразительности девочка была президентом школы, в которой училась. Выражаем сочувствие родным и тренерам. Это ужасное горе для всего танцевального общества Украины. О том, что у одного из учителей местной школы погибли жена и двое дочерей, также сообщили родственники в соцсетях. Их квартира находилась на пятом этаже разрушенного россиянами доме. В один момент погибли жена, 39-летняя Оксана Францева и двое дочерей, 13-летняя Лейла и трехлетняя Михаилина. На данный момент остается неизвестной судьба более трех десятков людей. Среди них родители и мужа Светланы, медика из больницы Мечникова. В семье двое несовершеннолетних детей. Неизвестной остается судьба годовалого сына и мужа, спасенной Екатерины Зеленской. На этих кадрах ее, травмированную после долгих часов на холоде, из-под завалов выносят сотрудники МЧС. У девушки и ее мужа нарушение слуха, поэтому позвать на помощь они просто не могли. В сети десятки сообщений жертв террористической атаки. Среди них те, кто в 2014-м спасался от войны, развязаны россиянами на Донбассе. Те, кто за последние 10 месяцев из-за агрессии России потерял близких, успел побывать в плену и продолжает защищать рубежи независимости Украины.